Господь даровал нам еще возможность, такую свободную возможность собираться и просволять Господа Бога, и служить, молиться Ему, а также потом служить, да, вне дверей церкви. Выходить и делать вот эти служения, свидетельства, там, где мы сталкиваемся с людьми, на работе, в школах, с соседями нашими, что это наша задача, истинного христианина, быть свидетелем, так как было сказано, если у меня нет желания вообще говорить о Христе, задается вопрос, а верующий ли я вообще. Поэтому, если вы помните, 3 января у нас была молитва, неделя молитвы, и я просил, чтобы это был годом, год, в котором мы, лично, каждый лично дома молился Господу и просил Господи, пошли мне человека, которому засвидетельствовать о Тебе. Я не знаю, кто из нас молился, но я думаю, если мы искренне будем молиться, Господь пошлет. Даже если мы говорим только на русском языке, Бог нам пошлет человека, который говорит только на русском языке. В любых ситуациях, когда вы даже это не познаете, вы увидите, как Господь это работает. Это зажжет ваше сердце, для того, чтобы говорить еще многим людям о Господе Иисусе. Говорить о надежде, которая в нашем сердце. Не говорить о проповеди, говорить о надежде человеку. Человек живет без надежды. У человека нет будущности, и человек ищет свою будущность, и свою надежду в каких-то вещах земных, в каком-то временном, вот этом, здесь на земле. Но в Писании нам открывает, что оно все сгорит. Оно хорошо столько, сколько это на земле будет. Потом заканчивается жизнь человека, и заканчивается все. Поэтому в этот вечер я хочу предложить всем вам, чтобы мы услышали вот эту, Бог предлагает человеку будущность и надежду. И в Иеремия, 29 глава, я буду почитать с этого текста, Иеремия, 29 глава, с 10 стиха. Ибо так, говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами. Такая надежда, которую Господь Бог дает. В этом мире без надежды Господь предлагает человеку будущность и надежду. В данном тексте здесь говорится о будущности и надежде, которые израильский народ ожидал. Примерно в 597 году до Иисуса Христа, когда они были взяты в Вавилон, в рабство вавилонское, Иеремия осталась в Иерусалиме еще, и пришли от царя, возможно, взять, подать, принести из Иерусалима Вавилон. Иеремия посылает это письмо туда всем выходцам из Иерусалима и говорит им вот это слово. Он говорит им слово, что должно исполниться 70 лет. Они чуть позже в этой главе говорится, а у нас есть свои пророки в Вавилоне, которые Господь Бог воздвиг. И они давали им ложные какие-то надежды и на какую-то ложную фантазию, что долго это не будет. Иеремия говорит им, должно исполниться 70 лет за ваше беззаконие, за ваше неисполнение завета с Господом Богом, которое Он сделал с вами. И Господь Бог говорит, оно должно исполниться, но я даю вам будущность и надежду. Мне нравится этот текст в переводе, в современном переводе, вот здесь я взял себе вот это слово, которое говорит в 13 стихе, «И будете искать меня, там, если искать меня будете всем сердцем моим». В современный перевод мне вот как-то более яснее описывает это и говорит, «И будете искать меня, и когда вы будете делать это всем сердцем, вот когда вы будете искать меня и это будете делать со всем сердцем», Он говорит, «Вы найдете меня». В Салме 118 есть такие слова, которые говорят, «Молился я тебе всем сердцем». Мы иногда ищем, но не со всем сердцем. Иногда молимся, уомлиться по накатанной. Но молимся, потому что мы привыкли, что нужно молиться. Но это вообще по-другому, когда у меня придет какое-то горе, какая-то скорбь, какое-то несчастье, как мы говорим, когда прижмет меня хорошо, как мы молимся от всего сердца. И мы тогда взываем к Богу, как никогда. И тогда у нас все сердце обращается к Богу. Наши желания, все молитвы, стремления, все к Нему. Господь Бог хочет, чтобы мы, люди, взывали к Нему со всем сердцем. Не наполовину. Ну, да возь, да возь, да. Ну, сделаем, да, вот галочку поставим, помолился сегодня Богу. А сегодня сделал галочку, был в собрании. Нет, Господь хочет, если вы будете делать это со всего сердца, Он обещает и говорит, что вы найдете меня. Далее, я дам вам возможность найти меня. Если ты не нашел еще Господа Бога, и ты говоришь, я верующий, но я не знаю еще Господа Бога. Проблема в том, что я не ищу Его со всем сердцем. Я не ищу Его со всем сердцем. Есть что-то, что в моем сердце занято чем-то другим. Мое сердце занято другими вещами, поэтому мое сердце не ищет Его. Будущность и надежда. Как-то папа разбил дома хрустальную вазу. Мама сказала, ну пусть будет на счастье. Ребенок увидел, когда родители ушли, сколько он мог достать, всю посуду разбил для счастья. и комната наполнилась ароматом счастья. И он сел и ожидал. Вот в этом аромате счастья, когда родители придут домой. Родители пришли, мама плачет, папа смеется. Говорит, не пойму, что происходит. В нашем мире мы ставим в чем-то свои надежды. Свое счастье мы вставим во что-то. Господь Бог говорит, воззовите ко мне, я дам вам счастье. Воззовите ко мне, я вам дам будущность. Бог дает свой план, план, который дается всем людям. И он принимается. Бог знает, как дать сделать все и в свое время. Часто мы, люди, мы хотим, чтобы Господь ответил на мою молитву, когда я этого хочу. Почему он не отвечает мне? Если он не отвечает мне, значит, он меня не слышит. Но Бог имеет свое время, свое определенное время, и Бог никогда не будет противостоять своими мыслями и своим делам или своему слову. Оно всегда будет исполняться так, как Господь Бог сказал, так оно будет исполняться. Бог никогда не делает что-то наполовину. Бог никогда не начнет что-то и остановит в нашей жизни. Бог никогда не начнет с этой земной, с землей наполовину и оставит это все. Будет конец с этой земле. И Господь обещает, что будет этот конец, потому что Он контролит всего. Он создал это все. Поэтому Он дает человеку вот эту будущность и надежду. Для чего будущность и надежда? Почему? Потому что будет конец когда-то, и люди этого не знают. Это будет постоянно. Дьявол является тем, который обманывает людей очень много. Что это будет всегда так. Живи и радуйся. Когда Господь дает хорошие времена к покаянию, к молитве, как Он здесь говорит, что и воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. Это Божье обещание. Он дает это состояние, через которое человек обращался к Богу, к молитве. Это не то, чтобы отдаляться от молитв, а больше, чтобы он молился Господу Богу. Он дает вот это времена, в которых Господь посещает, чтобы человек больше и больше приближался к Богу. Чтобы он больше и больше молился. Мы все знаем, когда произошло 11 сентября 2001 год, вот эти две башни в Нью-Йорке были разрушены, и я нашел такое интересное описание после, год после вот этой страшной атаки в одном из газет в Америке, в США была опубликована вот такая заметка. Может быть, вы знаете, что руководитель из одной крупных компаний выжил в атаке 11 сентября, потому что повел своего сына, потому что повел своего сына первый раз в детский сад, и это спасло ему жизнь, именно в этот день. Другой парень остался жив, так как была его очередь идти покупать пончики, там, где он работал. Одна женщина опоздала, потому что ее будильник не прозвенел вовремя. Кто-то опоздал, застряв в пробке на автостраде Нью-Джерси. Один из них опоздал на автобус. Одна женщина пролила кофе на одежду, ей нужно было время, чтобы переодеваться. А кого-то не заводилась машина, кто-то вернулся, чтобы ответить на телефонный звонок. У другого ребенок тянул резину и не был готов вовремя выйти из дому. Один не мог поймать такси. То, что особенно впечатлило меня, это был мужчина, который надел тем утром новые туфли. Добирался до работы различными средствами. Но прежде, чем попасть туда, заработал на ноге мозоль, он остановился в аптеке, чтобы купить себе лейкопластырь, бэндэдж. Вот почему он сейчас и живой. Теперь автор пишет, когда я застреваю в пробке, когда я не успеваю на лифт, когда я не вовремя возвращаюсь, чтобы ответить на телефонный звонок, когда случаются все эти мелочи, которые раздражают меня, я думаю про себя, что именно это место, где Бог хочет, чтобы я находился в данный момент. Следующий раз, когда нам кажется, что утро идет не так, что дети одеваются медленно, вы не можете найти ключи от машины, стоите на каждом светофоре, не расстраивайтесь и не выходите из себя, Бог работает. Бог бережет твою жизнь. Как работает Бог? Мы задаем со своим вопросом. Как Бог работает в моей жизни? Вот примеры, которые описаны за один день, страшный день в жизни Америки. И люди увидели, как Бог работает в их жизни, что какая-то мелочь произошла, которую мы не обращаем, и это раздражает нас. Я говорю, Бог не работает. Я думаю, это те люди, они были очень благодарны, что это все случилось, так именно. Они были благодарны Богу за то, что Господь работает, и Он охранил и дал им жизнь. Вовлекаясь во множество дел, не мчись, как под джунглем ботаник, не горюй, что не всюду успел, может, ты опоздал на Титаник. Черчилл любил говорить, что когда я подаю пожелания на праздники, я не говорю, желаю вам здоровья, богатства, говорит, я всего лишь им желаю успеха. Он говорит, люди на Титанике были и здоровы, и богаты, но жизнь их прервалась. Мы живем на этой земле, и мы часто желаем вот этого богатства, вот этого здоровья, и оно хорошо для нас, но мы не знаем, сколько продлится наша жизнь на этой земле. мы не в контроле всего, что происходит с нами. Поэтому Господь Бог дает человеку эту будущность, эту надежду, дает человеку, что избирай меня, и ты будешь жить. Избирай меня, потому что через меня у тебя будет будущность. Он посылает Господа Иисуса Христа на ту землю, для того, чтобы человек поверил в Него, имел жизнь вечную. И не страшно, если что-либо случится со мной, но у меня есть будущность, у меня есть надежда. Бог предлагает будущность и надежду. В своем суверенитете Бог говорит человеку, я тебе это предлагаю, но человек ответствен, чтобы принять это, принять Божий дар, принять то, что Бог предлагает. И брат Игорь говорил, сколько много людей, они проходят мимо. Сколько много людей проходит, не хотят этого. Будущность. Что есть будущность? Я думаю, каждый из нас имел свои мечты, имели свои мечты в жизни, и мы планировали будущность в своих очах, планировали, вот у нас будет такая жизнь, у нас будет семья, у нас будут дети, у нас будет дом, у нас будет машина, и так далее, и так далее. Возможно, это есть. Будущность это то, что происходит после настоящего. Это неопределенный момент, неопределенный миг нашей жизни после настоящего. Что есть настоящее? мы не в контроле своего настоящего, не своего будущего. Мы не знаем, что будет через 10 минут, мы не знаем, что будет с нами через час, через неделю, через месяц, 5-10 лет, мы не знаем, мы не можем сказать. И это показывает нашу лимит, лимитированную возможность как человека, что есть кто-то выше, я всего лишь могу лишь планировать, мечтать, думать, но будущность не в моих руках. Время бежит, сегодня читалось, и мы летим до последовательных событий, которые происходят очень мгновенно, очень быстро в нашей жизни. И это все происходит в пространстве вот этих всех, в котором мы живем. Много событий, 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 и мы не видим конец вот этого всего, что происходит. Наше будущее имеет два врага. Я говорю наше будущее, не Божье будущее. Наше будущее, которое мы себе прилагаем. Первый враг нашего будущего это смерть. Апостол Павел говорит, 1 Кориффе на 15 главе, он говорит, что последний враг, который будет истреблен, смерть. Когда человек умер, у него заканчивается будущность. Все, у него мечты, все, что сделал до последнего вздоха, до цвета, как американцы говорят. Второй наш враг это несчастье в нашей жизни. Несчастье, неприятности. Почему они врагами для нас? Потому что мы избегаем их. Они разрушают наше счастье, они разрушают наш комфорт. Эти два врага в жизни человека, в его будущности. Это то, чего мы боимся, до чего мы остерегаемся в нашей жизни. Господь Бог говорит, а я даю вам мою будущность. Будущность это жизнь вечная, чему не нужно бояться. В Евреем апостол говорит, что так как люди были подвластны и рабы страху смерти. Господь Бог послал Иисуса Христа, чтобы освободить нас всех от этого страха, не бояться смерти, дать надежду, дать жизнь вечную. И воскресенье, каждое воскресенье, седьмой день, для меня это напоминание, что Христос воскрес. Воскресенье. Есть надежда, Бог живой, имели я эту надежду, воскрешен Господь Иисусу Христе. Надежда, это что такое есть надежда? Это наши фантазии, наши мечты, это наша уверенность в чем-то, что будет именно так, как я это себе планирую. Это моя такая надежда. У каждого из нас человек. И мы планируем, что у нас все будет хорошо. Вот как мы это запланировали? Как жить без надежды? Обычно человек без надежды живет тот, который в очень стесненных обстоятельствах, который потерял цель своей жизни. И много в наше время есть молодых, которые оканчивают жизнь самым убийством. Они не видят надежды жить на этой земле. На прошлой неделе в нашу больницу привезли молодого мужчину 45 лет. Хотел покончить жизнь самоубийством 45 лет. нету смысла жизни, нет надежды. Философы говорят, что надежда для человека является вот как свет. Если душа моя не имеет этого света, она во мраке. Он не видит смысла жить. Психологи говорят, что для человека надежда это как тепло для души. Если он имеет вот эту надежду, надежду души своей, он в теплоте, он в радости, а когда он не имеет этого, у него душа холодная, замерзшая. надежда. Библия нам говорит, надежда является якорем для нашей души. В Евреям 6 главе 18 стихе написано, что дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегши взяться за подлежащую нам надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Он говорит, это надежда, которая есть для души как бы якорь безопасный и крепкий. И он потом далее говорит об Иисусе Христе. Он является вот этой надеждой для нас. Будущность и надежда в Иисусе Христе. Я хотел бы, чтобы мы просмотрели вот пример, один пример мы возьмем из Ветхого Завета. Всем нам знакомый пример из книги Руфь одной семьи. которая прилагала свою будущность, которая строила свою будущность и строила свои надежды. Руфь первая глава. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. Первая глава, первый стих. И пошел один человек из Вифлеема иудейской со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавицких. Имя человека того Элимелех, имя жены его Наиминь, а имена двух сынов его Махлон и Хелион. Они были эфрофяне из Вифлеема иудейского. И пришли они на поля Моавицкие и остались там. И умер Элимелех, муж Наимине, и осталась она с двумя сновами своими. Они взяли себе жен из Моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около десяти лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Мавицких, ибо услышала на полях Мавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Это семья, пример, через которого Господь Бог, разрушенную будущность, разрушенную надежду, Господь Бог во всей этой книге восстанавливает эту семью и восстанавливает потом через нее даже саму нацию Израиля и даже весь мир. Потому что через это событие, через эту безнадежность, через эту будущность, которая была разрушена в этой семье, Господь воздвиг будущность и надежду для всего Израиля. Наш хор поет, мне нравится эта песня, надежда Израиля гряди. Написано, в те дни управляли судьи. Это описывается о том, что было во времена судей. В другом месте мы знаем, что написано, что книги судьи есть такое, что каждый делал, что хотел и не было порядка. Было время тяжелое. Помимо этого, нам описывается в данной ситуации, что случилось голод. Помимо того, что не было порядка, не было какой-то системы, какого-то благополучия, помимо этого еще пошел голод. Что делает Эмили или Мелех? Он собирается идти в другую сторону. Выйти из Иерусалима вообще в другую сторону. Мы понимаем, что Господь Бог создал израильским народом завет. И этот завет очень он хорошо, четко определил и сказал, что я вас благословлю, если вы будете слушаться голоса моего, если будете исполнять тщательно слова мои, тогда я вас благословлю так, так и так. Это можно читать, найти во Второзаконе 28 глава, а потом говорится также о проклятии. А если вы не послушаете, он говорит, тогда придет на вас и голод, и мор, и язвы, и болезни, и так далее, и так далее. И вот здесь, в этом контексте очень интересно задать вопрос, молился или Эмили почему голод пришел на страну? Потому что было очень четко в контексте завета было определено, что это будет результатом отступничества от Бога, отступления от Бога. или Мелех не старается искать Господа могла, молиться, покаяться, молиться за нацию, как молился Даниил. Он собирается выходить из этой страны, переезжать. когда мы с братьями в субботу читали Третье Царство, восьмую главу, когда мы Соломон, они освящали храм, и во всей этой почти шевсята глава говорит молитва Соломона, и вот в этом, в одном из стихов, в 37, 38, 39, там написаны такие слова, молитвы Соломона, будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, будет ли палящий ветер, ржавчина, сороча, червь, неприятель ли будет теснить его в земле, его, будет ли какое бедствие или какая болезнь, при всякой молитве, при всяком прошении какое будет о какого-либо человека во всем народе твоем Израиле, когда не почувствует бедствие в сердце своем и просторут руки свои к храму сему, ты услышь с неба. То есть Соломон сам в своей молитве говорит, что когда вот это произойдет, то пусть они почувствуют бедствие в сердце своем и помолятся тебе. Когда нас постигает бедствие, дорогие друзья, что мы делаем? Писание призывает нас для того, чтобы мы молились Господу Богу, чтобы мы направляли свои взоры к Богу о молитве, о покаянии, о смирении. В Старозаконе 11-12 говорится, что Господь Бог печется, и очи Господа Бога твоя непрестанно на земле сей от начала года до конца года. Он смотрит и наблюдает за этой землей. Далее он пишет, пошлет дождь ранний и поздний. Далее описано в 16-м стихе, берегитесь, чтобы не обольстило сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им. Предостережение, чтобы не обольстило сердце наше. Чем сердце наше обольщается? Да вот всеми прелестями. Всего, что мы хотим, желаем, всем, что наши глаза видят, мы все хотим, хотим. Неплохо хотеть, Павел говорит, научился жить. Мы должны тоже научиться жить и в богатстве, и в скудости, но нужно быть внимательным, чтобы сердце наше не обольщалось. Или Мелех в переводе переводится как «Мой Бог Царь». Ил или Или, вы знаете, это Бог, и Мелех это Царь. Вот представьте себе такое имя, красивое имя, Бог мой Царь, Наэминь, да, у нас есть Наэминь, я ее нету сегодня, не вижу, да, Наоми, переводится как красивое или приятное, очень красивое имя. Махлон переводится как болезненный, Хелион переводится как истощенный. Представьте себе, кто из нас родителей бы назвал своих сыновей болезненный и истощенный. Оказывается, имена не давали в израильском народе по обстоятельствам и потому, что происходило, события, какие происходило. Возможно, эти, из-за этих имен мы можем догадаться, что эти, возможно, два сыновья были в очень нехорошем здоровом состоянии, очень слабенькое здоровье у них было. И тут еще поэтому еще голод и семья уходят. В контексте завета Господь предостерегал, чтобы молиться, обращаться к Господу о прощении, об изменении. Вифлеем мы всем знаем, что переводится как дом хлеба. В доме хлеба нет хлеба. что-то не так. В доме хлеба голод. Что бы сделали мы вместо Елемелеха? Что бы мы решили вместо Елемелеха? Как мужчины, как братья, как главы семьи, имеющие своих жен. Что бы наши жены посоветовали нам? Поддержали бы в чем? Выезжать? Не выезжать? Я думаю, мы сейчас каждый вспоминаем момент, когда стоял этот вопрос перед нами. Кто, где, откуда приехал, выехал? И мы когда-то задавались этим вопросом. Выезжать? Не выезжать? Как быть? Этот вопрос не является, допустим, сказать вам, грешно или не грешно, да или нет. Не можно так сказать. Почему? Потому что в данном контексте мы сейчас заметим, что не можно ответить вопрос просто да или нет. Зависит всего, от чего ты отказываешься, от чего отказался Елемелех. и второе, что Елемелех избрал? От чего мы отказываемся в нашей жизни, дорогие друзья? Когда мы выезжаем в другую страну, задается вопрос, от чего мы отказываемся и что мы будем избирать в новой стране. Можно в той своей стране отказаться от Бога и не служить Богу. Это не спасет нас. Можно остаться с Богом и служить Богу и избирать Бога, но можно в своей стране сидеть и не молиться и просто жить. От чего отказался Елемелех? Израильский народ был более 400 лет в рабстве. Это было обетование земле еще дано Аврааму А не ждали вот это освобождение от рабства и Бог Господь говорил, что я дам вам землю молоко и мед течет там. Это была обетованная земля, ту землю, которую не ждали очень много лет. От чего отказался? От обещанной земли, от страны. Елемелех отказался от Божьего народа. Почему? Потому что он вошел в языческую страну. Моав был языческой страны, мы чуть позже сейчас будем говорить. Отказ его был не просто ты вышел в другую страну, отказ его был выйти из Божьего народа, из Божьей страны, пойти в язычество, где поклоняются идолам. Он ушел от дома хлеба, от завета с Богом. И что избирает Елемелех? Елемелех избирает Моав. Это языческая страна, это были потомки Лота. Вспомните пример, когда израильский народ выходил из Египта, царь Моава, Валак, он заплатил большие подарки Валаму, пророку, чтобы тот пришел, что сделал, что проклял израильский народ. Это не получается, Бог запрещает, мы всю историю знаем, это число 25 глава, но Валаам научает Валака, этого царя, как сделать так, чтобы сам Бог наказал израильский народ. Он учит вот этого языческого царя Моавицкого научит так, чтобы вот ты сделал что-то, чтобы сам Бог прогневался на свой народ. И что он делает? Он говорит, сделай большой праздник и мужчины пойдут действовать. И в тот день 24 тысяч человек погибли. Куда пошел Елемелех? 107 Псалом 10 стих говорит, что Моав это умывальная моя чаша. Там, где я мою свои руки, это умывальная моя чаша. Это Бог так говорит? Ну, не очень так хорошее место, где откуда кушать, правда? Оттуда. Сторона Моав показывает нам образ мира для нас без Бога. Страна Моав для нас сегодня показывает образ мира без Бога. Это наше решение, нашу будущность, которую мы делаем без Бога. Это показывает нам Моав. Это нашу надежду, которую мы делаем, свою надежду без И здесь мне задается вопрос, от чего отказываюсь я и что я избираю? Отказываюсь ли я от своего будущего, от своей надежды, от своих ожиданий, уверований? Или я хочу избрать Божье будущее, Божью надежду? Вот это для нас есть, вот этот мир, эти свои желания, которые мы выставляем. Все было хорошо у Наоми. Наоми настал день несчастья, умер ее муж. Вы представьте себе, мечтал хорошо жить, в новой стране все хорошо, все хорошо шло. Не говорится ничего о регулиозной жизни, их там ничего нам не описано. Но пришло несчастье, когда муж ее умер. И Наоми, я думаю, с большим горем о потере своего мужа, возможно, еще и ищет какую-то надежду свою и будущность, что у нее есть еще два сыновья, которые, возможно, женятся. И будет какая-то будущность. И проходит это время, когда они женятся на мавитянок. Они женятся на язычниках. И здесь мы можем увидеть вот этот поступок родителей, доводит детей идти дальше, от где родители пошли. Родители пошли одним путем, и дети продолжили этот путь дальше, чем родители планировали идти. Поэтому мы, как родители, являемся ответственностью, быть внимательным, то, что мы избираем в нашей жизни. Какие у нас надежды, какие у нас надежды на будущность. Почему? Потому что то, что мы прикладем, путь, который мы поставим, дети наши пойдут дальше по этому пути. Десять лет спустя, они живут хорошо, но пришла Бела и Махлон, и Хелион сновья на имени умирают. Все рухнуло. Я представляю себе тогда день, когда у Науминь были желания при выходе из Вифлеема пойти в другую сторону, где хлеб, где надежды, где строить дом, хорошо жить, поля, надежды. И тут пришел день, прошли года, когда она все это потеряла. Потеряла мужа, сыновей, осталась одна. Кажется, небо закрытое, и не слышит, что делать дальше. Какая надежда? В таких ситуациях Бог меняет жизнь человека, если человек приходит к Богу. В таких ситуациях, несчастных ситуациях, Господь Бог говорит то же самое, он и израильскому народу говорил. И вот Науминь говорит о том, что иди к Богу, иди обратно к Богу. И в шестом стихе написано, что Ибо услышала Науминь, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Далеко-далеко в стране Науминь услышала, что Бог посетил народ свой. Заметьте ясную картину, что Науминь избирает идти обратно в израильский народ не из-за того, что у него не было больше хлеба в Маве. Науминь не хочет выйти из Мава, потому что там нету хлеба, потому что там голод. Науминь понимает очень важный урок в своей жизни. Она понимает, что Бог работает и действует. Откуда я вышла? Откуда я оставила Бога? Бог там действует. Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Возможно, мы в своих желаниях, в своих надеждах и в своих будущностях, таких, которые мы выстраиваем, мы далеки от Бога. Возможно, мы дошли далеко. В поиске хорошей жизни. То же самое, как и эта семья. Бог не противник хорошей жизни. Когда Бог посетил Адама и Еву, Он посетил их в Эдемский сад в очень хороших условиях. Я хочу, чтобы вы поняли. Бог не против, чтобы человек жил хорошо. Бог не посетил Адама и Еву в таких унизительных, тяжелых ситуациях в Эдемском саду. Нет, там было очень хорошо. Плохо, когда человек избирает богатство вопреки Богу. Когда человек все лишь на сторону богатства, на своих надежды накладывает, свои будущие строит без Бога. Я хочу, чтобы в этот вечер мы увидели с этого примера, от этой семьи ошибку, которую сделал Элемелех. Но Господь Бог обернул эту ошибку в том, чтобы через Нааминь, через Руфь, они являются потомками Господа Иисуса Христа, через которую пришло, через это колено, через которым родился Иисус Христос. Бог предоставляет каждому человеку свою будущность и свою надежду. И это будущность в Иисусе Христе. Он даровал великую будущность Нааминь. Она потом чуть позже говорит, не называйте меня прекрасной. Она говорит, Бог взял от меня все. Бог ее не забирал, ничего. В нашей жизни часто мы виним Бога за наши поступки. В нашей жизни часто мы виним Бога за наши решения, которые мы делали, может, 5, 10, 20 лет назад. Иеремин 29, 12. И возовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. Господь говорит, даже если твои надежды разрушены, у тебя горе, у тебя несчастье, Господь Бог говорит, что я тебе дам надежду, и я тебе дам будущность. У нашей будущности, и в нашей надежде, я говорил, есть два врага – смерть и несчастье, и неприятности, которые мы встречаем в нашей жизни. Наоми услышала, что Бог посетил, что Бог действует, что Бог изменил, что Бог благословил. И она увидела, что она потеряла это все. И она возвращается, она возвращается обратно там, где действует Бог. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна 6 главе, 48 стихе, Он говорит такие слова, что «Я есмь хлеб в жизни». Вифлеем является домом хлеба. Возможно, мы ищем хлеб в жизни, это не буханка хлеба черного или белого. Хлеб в жизни – это является вот это Слово Господа, которое дает человеку жизнь вечную. Это Слово, которое человек верит в Слово Бога, и он принимает его. Он говорит, «Господи, я хочу поверить Тебе». Вот то, что Ты говоришь, я хочу поверить Тебе. И хочу взять этот Твой хлеб, который даровал мне жизнь. Затрется вопрос, что будет после моей смерти. Есть ли надежда в моем несчастье? Хочу закончить такими словами, где апостол Павел в Деянии апостолов в 17 главе, он говорит такие слова, что «Истак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям покаяться, ибо Он назначил день, в который будет правильно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Я посмотрел еще русский перевод, мне понравился, которому говорит, что «в прошлом Бог отнесся снисходительно к людям». Бог был снисходителем до Иисуса Христа, которые не понимали Его, но теперь Бог повелевает всем покаяться и прийти к Нему. Он назначил день, когда будет судить мир по справедливости, и уже избрал человека, который и будет судьей, и это является Иисус Христос. Нам нужно налажить хорошие контакты с судьей. Это будет Иисус Христос, который дает человеку жизнь вечную, дает надежду. Поэтому да поможет нам Господь, дорогие братья. Друзья, Бог призывает нас, чтобы мы эту надежду, мы как верующие люди, мы обязаны эту надежду говорить другим людям. Эта ответственность лежит на каждом из нас. На мне, которой я говорю, что я верующий. Эта обязанность стоит на каждом из нас. Историю расскажу одну, и мы будем заканчивать. В Советском Союзе была такая женщина по имени Ариадна Эфрон. Я никогда не слышал о ней, но она пробыла примерно 15 лагерей в сталинских лагерях за то, что ее обвинили несправедливо за шпионаж. И вот она была в Сибири. Ее как-то она вспоминает в своих вспоминаниях, что в 49-м году ее гнали этапом из Крайнего Сепера в Мордовию. И она, их остановили где-то на каком-то причале. И ее заставили, чтобы она мыла полы. Там была зима, холод. Она начала мыть пол. Пол это весь замерзал. Вся эта вода замерзала. Грязь. Темнота. Заходит в эту столовую один мужчина, тоже, который стоит, заключенный. И он спросил, откуда ты, как тебя зовут, и что ты здесь делаешь? И имеешь ли ты какие-то продукты на твой долгий путь, перед которым он стоит перед тобой? Она сказала, что нет. Он ушел и вернулся. Представьте себе, это 49-й год. Он вернулся, принес ей подушку, принес ей сахар и принес ей 300 рублей в то время. Говорит, это тебе на дорогу. Она пыталась узнать его имя. Она в своих вспоминаниях пишет, не знает его имени. И чтобы как-то ее муж, написав, где она оконченная остановка, ее будет, чтобы он писать, чтобы он ее отплатил. И он говорит, такие слова мне понравились. Но как же, говоря, она говорит, но кому же вернуть? Я не могу так просто вот это все взять. И он говорит такие слова, когда у вас будет возможность, верните тому, кто будет так же нуждаться, как вы сейчас. вы верните тому человеку, который так же будет нуждаться, как вы именно сейчас. Вы понимаете, это мысль Евангелия, в котором каждом верующем человеке она должна быть. Мы когда были без Бога, и Господь Бог нашел нас, сейчас на нас лежит эта обязанность, что мы должны вернуть кому-то, вернуть другому человеку эту добрую весть, рассказать о доброй вести, о надежде в Господа Иисуса Христа, который тоже был такой, как когда-то мы были без Бога. Это наша обязанность, другой друг, другой брат, другая сестра. А те, которые не имеют еще Господа Бога, которые, возможно, выходят только еще из ворот Вифлеема и направляются выходить, кто-то может на полпути, а кто-то уже в Маве, далеко от Бога. Сегодня день покаяния. Бог повелевает всем людям покаяться. Обратиться к Господу и искать Господа Бога. Принять Его жизнь, жизнь, которую Он дает в Иисусе Христе. Да поможет нам Господь, дорогие братья и сестры, чтобы мы были теми людьми, которые несли другим людям эту будущность и надежду в Иисусе Христе. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok